Япония. Одна из самых необычных и экзотических стран в мире, особенно для русских. Кажется, что страна небольшая и можно все посмотреть за один раз. Но посетив самые популярные города для туристов, такие как Токио, Осака, Киото, Нара, Нагоя и даже Сапора, мы решили не останавливаться, как многие, и исследовать юг страны. Поэтому отправляемся на остров Кюсю в район Фукуоки. Главное не путайте с вьетнамским островом Фукуок. Так как город Фукуока славится фестивалями дешевой едой, в этом выпуске мы попробуем найти самый дешевый ромен в Японии. Всего за 300 йен или 170 рублей. Посмотрим район красных фонарей, расскажем, что можно посмотреть в Фукуоке и Кюруме, постараемся увидеть Капибар своими глазами, а также попробуем погладить настоящих пингвинов. А совсем скоро мы протестируем паромное сообщение между Японией и Кореей. Ставьте лайк прямо сейчас, пишите комментарий, подписывайтесь на телеграм-канал, где мы публикуем полезные посты с координатами и видео в режиме онлайн, где сейчас находимся. Также там отвечаем на все вопросы. А чтобы не пропустить следующие выпуски из Японии и Кореи, подписывайтесь на наш ютуб-канал Travel Forever. Прилетев в город Фукуока, мы ужаснулись, что цены на отели даже выше, чем в Токио. И свободных отелей можно на пальце пересчитать. Платить за ночь больше 100 евро нам не хотелось, поэтому мы забронировали отель в соседнем городе Куруме. Откуда ходит поезд за 30 минут и 300 рублей. Заодно посмотрим и соседний город Куруме. Друзья, мы приехали в новый город. Это Куруме у нас, недалеко от Фукуоки. Пойдемте гулять. Живем в таком отеле, выбрали специально этот отель, потому что в Фукуоке все было забронено и отели были очень дорогие. Тут подешевле и ехать всего полчаса от города. Заодно можно сразу есть в Магасаки, в Беппу и в другие места, будет даже поближе. Друзья, сейчас мы отправляемся в нашу первую локацию, это парк птиц, где есть бингвины, представляете? Сейчас дойдем, находимся мы в городке Куруме, где, собственно, мы и живем. Откуда будем передвигаться по всему Фукуоку, по острову Кюсю, где мы находимся. Так что с вас лайкосик, комментарий, подписочка, а мы уже там. Но в парк мы пошли, потому что там есть пингвины. Так что пойдемте посмотрим пингвинчиков. Я их еще вроде не видела. А, видела в Абу-Даби. Ну, сейчас посмотрим пингвинов в Японии. Увидели тут, как стригут собак, смотрите, какие милашки. Маленькие собачки так трясутся. Мы, наконец-таки, в Центральном парке города Кюруме. Так выглядит вход. Как будто вообще половина все выглядит заброшено. Да, город здесь не прям кишит разнообразием движухи, ребята. Да, причем мы находимся на самом юге практически, остров Кюсю в Японии. Я думал, здесь потеплее будет, конечно же, и уже думаю, будет потихоньку появляться сакура, то есть вести. Ну, сейчас посмотрим, там дальше будут деревья, и заодно посмотрим птиц и животных в парке. Первое, что нас встречает, небольшой храм. Очень напоминает мне нашу поездку в Киото, в котором мы были в прошлом году. Если не смотрели, выпуски тоже оттуда есть. Можете на канал перейти, там целых 5 полноценных выпусков. И Нара есть, и Киото, и Осака, и Нагоя, и Токио. Ну, вот что-то как тут очень все заброшено, странно выглядит, да? То есть никого вообще, смотрите, нету. Нравится мне исследовать японские места. Вот в парке гуляем, вот что находится, можно написать в комментариях. Вот издалека оказалось, что какая-то горка, как будто каменная, но с такими вот камнями. Предполагаю, что возможно здесь как-то включают фонтан, текет вода, и все это как скатывается вот здесь. Вот можно здесь такая погулять, поиграть. Лето, наверное, очень-очень классно. Ну, а мы отправляемся в наш зоопарк, который находится немножко дальше. Пришли на кассу. Билет обошелся 520 йен. Очень, я считаю, дешево на двоих, представляете, да? Под 200 чем-то йен. Это вообще супер, он оказывается большой. Ну, да, и карту. И здесь, смотрите, продемонстрированы даже яйца птиц. Можно посмотреть вот у этих вот птиц, которые как-то с такими... С каким-то бугорком, да, наглюжем. У них вот тоже есть, смотрите, такие большие яйца. Эм, у есть страус, страусины, вот большой. Это я думаю тоже страусины, мне кажется. Вот, тут еще есть, можно даже, прикиньте, вот такой бок стоит, чтобы потрогать яйца. Прикольно. Ну, это трогать за донат можно, так что, погнали. Данный парк птиц оказался небольшим, но включает в себя большое разнообразие животных. Больше всего мы увидели попугаев, для них соорудили даже отдельный вольер. Белые полярные совы и фламинго, которые свободно гуляли. Глаз, конечно, странный, да, у них? Непонятно, хочет укусить или нет? Ну, конечно, он, Слава, не хочет тебя погладить. Клювом. Прям близко, смотрите, вот рука моя. Из интересного стоит отметить страусов разного вида. Вот написали эму, но это мы знаем, что эму. Тот тоже какой-то подвид эму. Выглядит примерно так же, но немножко, конечно, по-другому. Мы дошли до очень редкой, интересной птицы. Такие вот гребешков, которые максимально... Название, кстати, на английском не найти. Нет, максимально похожа она на динозавров. Кстати, да, мы где-то такое видели уже. Но это что-то типа в виде эму. Но это не страус, это такое. Ну, да. Ну, такая немножко противная, конечно, шея у него. Но мы пришли сюда ради пингвинов. И уже собирались выходить из парка, как случайно обнаружили один непримечательный бокс с пингвинами. Пингвинами прямо в центре, мы мимо них прошли два раза. Вот ты там пространство здесь живут. Да, ничего себе, зари. К ним можно подойти, да. Пахнет вообще рыбой прям сильно, да? Привет, цари, такой самый успешный. Отходит. Так, что такое, сейчас разберемся. Вау, я так как вблизи еще не видела. Ну да. Привет. О, нифига, да? Смотрите, какой хипер. Где он, Бргинь, прям в этот, в объектив? Ребята, вас посланули. Один с ними пошел купаться. Оповещай всех, я в ванну. Куда они все пошли? Смотрите, друганы к нам пришли. Куда они все что-то как-то собрались, ребята? На корм хотят? Вот он их куда-то звал, в общем, стоять. Да, купаться, типа. Они как-то тут собрались. Боль, давай им купим еды, можно купить? Не, я думаю, что они сюда. Смотрите, друганы пришли на разборки, короче. Кто чушпан, а? Ты кому сказал, а? Это слово пингвина. Смотрите, они к нам подошли стоят. Они даже вот из этих кабинок вышли, ребята. У них тут вот кабинки как будто душевые. Они из этих душевых вышли и на нас пошли. Я не знаю, как это. Все, отходят. Ну, куда он стоит? Зазевавшись. Ооо, ты все равно. Да? Ооо, это белое от них оказывается. Думаю, какой-то мелом. Ой, тот или тоже. Да, ничего с подливой. Это из разряда, когда там хочешь впухнуть, но боишься. Вдруг подлива выйдет, да? У них, видимо, всегда подлива. Друзья, сегодня мы с вами собрались на канале Трэлл Фурэд. Нам нужно отценить очень важную, так сказать, проблемку. У нас очень много просмотров сейчас набирается, но люди смотрят, но смотрят без подписки. 80% даже около, наверное, чуть поменьше с ними есть. Смотрят без подписки. Друзья, в чем дело? Вы должны вначале подписаться, потом смотреть канал. Да, 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 не забывайте лайк уже, комментарии. Написать и скинуть ссылочку своим друзьям и знакомым. Вы вот смотрите, но не подписывайтесь. Поэтому рекомендации к вам не приходят. Поэтому, друзья мои, давайте. Лайкосик, да, да, вот он говорит, правильно. Лайк, комментарий, подписку и репост. Все, друзья. Мы, друзья, с вами поняли друг друга. Все. Все образоны, давайте, пока. С вами беседу провели. Надеюсь, вы поняли. Мы отправляемся дальше. Путешествия по многим странам, мы замечаем один самый важный скилл, необходимый в любой точке мира. Независимо, переезжаете вы куда-либо или просто едете в путешествия. Всегда необходимо понимать и хотя бы на простом уровне общаться с местными. Английским языком уже никого не удивишь. А вот второй популярности язык в мире пригодится аж больше английского. Особенно в странах Южной Америки и других споноговорящих странах, куда мы планируем отправиться уже совсем скоро. Да, мы уже пытались изучать испанский язык самостоятельно, но все не увенчалось успехом. Важно начать изучение языка правильно. А сделать это лучше с крупнейшей школы испанского Estudiamus. Совсем скоро у школы Estudiamus проведут бесплатный трехдневный онлайн-мини-курс по испанскому для начинающих. И мы уже записались. После курса его участники уже смогут применять знания на практике и дальше развиваться в изучении испанского языка. Благодаря даже небольшому знанию испанского, вы легко расширите круг знакомств, будете востребованным, и у вас появится возможность легче эмигрировать и получить образование за рубежом, в том числе и бесплатно. Вы с легкостью сможете потреблять контент в оригинале и путешествовать без языкового барьера, не боясь, что вас где-то обманут или завысит ценник. Данный курс рассчитан на новичков. Все материалы максимально доступны и понятны. Люди, прошедшие курс, пишут, что за один урок узнают больше, чем за месяц работы с преподавателем. Мало кто будет сразу покупать дорогие курсы или уроки с репетитором испанского. А вот пройти бесплатный, эффективный и проверенный временем курс, я считаю разумное решение. Школа и студиям существует уже 10 лет и провела уже более 100 потоков курсов для начинающих. Это будет живой курс преподавателем в режиме онлайн, поэтому не пропустите. А после прохождения трехдневного курса вы сможете самостоятельно строить испанские фразы и выражения. Также изучите более 200 самых популярных слов, освоите грамматику и научитесь рассказывать о себе. А ссылку на бесплатный трехдневный онлайн мини-курс по изучению испанского для начинающих мы оставляем в описании под роликом. Успевайте записаться и увидимся на курсе. Вот, и мы вот иногда берем. Такая курс 70 рублей стоит, такая неделя 60 рублей. Вот стоим, ребята, тут при всех вот так едим. Но тут вроде как, я поняла, можно так есть. Тут, видите, стоят чайники и вот такие вот зоны с мусором. В общем, стоим, едим. Также можно кофе взять, да, растворимый, либо сразу подогреваемый, который можешь показывать. Да, вот это кофе-алате. Мне очень нравится, у них Джорджия называется. Не знаю почему. Ну, сейчас пойдем и пойдем. Непонятно, ты из Грузии или из Джорджия в США. Да. Идем дальше. Все, и отправляемся в город, посреди места, увидел первый раз такую вот электричку. Смотрите, это... В виде кафеля. Нет, электричка, кухня. Пойдемте посмотрим скорее. Смотрите, вот такой, когда идите. Ну да, вон, объясненно, Rail Kitchen, Чикугу называется. Ооо. Вау. Вот это да. Это Япония. Смотрите, кухня на колесах. Помните, была зердача пауэра на колесах? В общем, едем в Фукуоку, ребята. Сегодня гуляем по центру в Фукуоке. И у них заприметили точно такие же переходы, как на Сибуе. Представляете, можно прям по диагонали переходить. Очень классно. Погодка сегодня улет. Так что гуляем до Талава. Сейчас пришли в следующий район. Это у нас остров, называется Накасу. Остров, который находится в центре города Фукуока. И между реками Нака на востоке и Хаката на западе. В общем, славится он тем, что здесь очень много уличной еды. И также есть улица красных фонарей, что довольно необычно для Японии. Немного необычно выглядит этот остров. Много где есть разная реклама. Есть динамики даже. Видно, что район развитый. Очень сильно похож на остров, честно говоря. Потому что здесь очень много всяких разных цветных плакатов на зданиях. Динамики здания интересные, цветные. И такая плотная застройка. Ну да, и там здесь, смотрите, Моза Бургер. Наш знаменитый значочек, как и ее вкусные точки. Да, у нас так большие, что вкусные точки уже слезали. Слезали, потому что это уже открыто более 50 лет. По всей Японии, в том числе и в Азии. Ну, название, кстати, тоже Моз, как будто московский, как будто бургер, да? Да, очень странно. Но Моз, это у них называется там самый основной бургер. Так что, если будете, обязательно попробуйте. Буквально прошли три квартала, и мы уже находимся в другом районе, район Хаката. Именно здесь придумали знаменитый, один из знаменитых ромэнов, Хаката Хокуцу. И сейчас мы отправляемся в ромэну, который расположен по всему городу, из точки. И там ромэн стоит всего 290 йен. Это, по-моему, самая дешевая цена, которая может быть в Японии. Обычно ромэн мы брали от 600 до 1200 йен. Вот тут, представляете, 290 йен, ну, 150 рублей вообще. Пойдемте посмотрим, съедобно ли это и вкусно. Каналы расположены для доставки разных грузов. Здесь можно посидеть на разных скамейках. Район, честно говоря, понравился. Эти реки впадают в портовую часть, которую мы еще и посмотрим. Из которой мы будем, кстати, отправляться в Южную Корею, в Пусан. И также отсюда же можно отправиться в Осаку и другие какие-то города на пароме. Да, и странно, что здесь вот каналы очень похожи на Нидерланды, честно сказать. И здесь есть улица Красных Фонарей, очень странное совпадение. Ну да, мы, кстати, ходим-ходим, но никак ее не можем найти. Да, и чтобы так в Непоне и в открытую, я еще... Ну да, ну вот этот район, но вот он небольшой, но почему-то нам не встречаются. Возможно, нужно, чтобы приходить в вечернее время. Да, как вот вверх, они там же скрыты. Ну да, мы чисто случайно зашли. И много где в этом городе расположены такие вот большие статуи. Кто знает, напишите, что они означают. И вот у них изображены очень много разных героев, какие-то атрибутики. Вот именно в такой стиле, в стиле башни. Сверху, смотрите, самурай стоит. Как и везде в Японии, очень популярны нескрытые улицы. Сверху расположен такой вот настил, поэтому если идет дождь, то без проблем можно прогуливаться. И обычно на этих районах, на этих улицах расположены либо сувенирные магазинчики, либо магазинчики с едой, либо же какие-то заведения с уличной едой. Друзья, наконец-таки мы нашли вот это знаменитое заведение. Работа она, кстати, 24 часа. И здесь стоимость 290 йен. Пойдемте проверять, так ли это. А вот я уже вижу это автомат, на котором нужно тыкать на определенную кнопочку. Да, смотрите, самый дешевый 290 йен. Удивительно для Японии. Ну да, вот получается что-то в виде такого будет. Так, и также можно, видимо, добрать разные топпинги, разные какие-то заправки. И будет, как бы, собственно, цена увеличиваться. Ну что, берем по 290? Ну а справа есть описание обозначения кнопок. Мы так долго искали то заведение, оказывается, некоторые люди стоят вообще в другом заведении. Смотрите, это вся очередь другое заведение. Но мы, конечно, уже смысл столько ждать. И причем ценник там другой. Мы пойдем за 290. Все, забрали свою лапшу из этой кухни. Здесь подают. Ну как тебе своя лапша? Сейчас будем пробовать. Но выглядит она вот так? Ну выглядит она неплохо, да, всего 300 йен. Даже из мяса. Большая порция 300 йен. Такое мы еще не видели в Японии. Пробуем. Ну как съедобно за 300 йен. Нет. А моя лапша? Обычно. Ну, она пускай, конечно. Но даже с мясом. В общем, удивительно. Такие вот бывают цены. Бульон нормальный, вообще мясной. Прям такой сливной. Ну, понятно, мы находимся в регионе, где только ромены на таком свином костном бульоне. Они, собственно, называются фокату. Фокату Хокутсу. В общем, всем приятным аппетитом. Точки оставим. Телеграмм пусть и поэтому тоже приходите. Не знаю, мне кажется, для бюджетного туриста самая топа есть за 300 йен за 150 рублей. Ну, где он идет, такую большую, огромную порцию супа ромена. Насытились роменом. Продолжаем гулять по данной территории. Видели такое необычное место пересечения двух островов. И сразу же, как бы, ну, такую, как развязка перекресток. То есть сверху есть линия, снизу можно перейти. И, скорее всего, еще тут где-то под землей тоже метро должно быть. Вышло солнышко. Настроение максимально повышается. Можно гулять. Ну, не знаю, мне нравится Фукоке. Смотрите, как в Японии круто просто. Как тебе вообще впечатление о Фукоке? Ну, нормально. Ну, так, вот такие, вот, я бы сказала, похожи на Оск. На юге этого острова расположен знаменитый парк, серия парк, популярное место. Особенно популярное вечернее время. Мы сюда еще придем. Но даже уже с обеда здесь расположены такие футтраки, где можно купить разную еду, в том числе уличную, какие-то напитки, мороженое. Даже вот есть фрукты. Поэтому ссылочку оставляем на серию парк. Можете туда приходить, тусить. Но место популярное после пяти вечера. Ну, а если вы видели такие розовые ворота, то непременно сюда заходите. И здесь будет начинаться улица красных фонарей. Пойдемте посмотрим, поснимаем специально для вас. Так, началась уже улица красных фонарей. Но, как мы видим, девчонок здесь нету. Нет, тут не стоит, как в Нидерландах или в Бельгии. Видите? Здесь только фотографии. Ну, да. У них там даже замазаны. Туда же, смотрите, окна. Даже окон нету. Да, как и Лав Отель. Ну, Лав Отель только с таким наполнением, да, в виде девушки. Кому интересно, тоже можете прийти. Ну, так, в качестве ознакомительной цели. Ну, координаты оставим. Конечно, многие писали, не знаю, где это находится. Но находится буквально вот от серия парка на самом юге этого маленького острова. Не знаю, как это вообще, пользуется популярностью или нет. Да, пойдем? Алло. Ага, Настя. В общем, продолжаем, да, гулять по этому району. И мы нашли как раз таки этот район. Район красных фонарей. То есть, смотрите, уже так все это выглядит. Но никого нет. Да. Ну, то есть, да, внутрь нужно заходить. Внутрь дамени никто не стоит. Да, мы заходить сейчас не будем. Вот тут даже уже нарисованы. Ты что, планировал? Ты планировал? Конечно. Двоем с тобой сейчас. Пахнет растениями. Пахнет очень сильно растениями. Мы, не, мы, честно, не хотели туда заходить. Просто идем в следующую локацию. И увидели. Да, мы как наткнулись. О, вот тут тоже, смотри, все прямо в этих улицах, да? Да, да. И написано, что это тут спа, массаж, ойл, кабинет. Ну, да. Поняли, да, ребята? Все работает скрыто. И самый главный вопрос, непонятно, как вообще это легализовано в Японии. Представляете, в центре города, да? Да. В Токио тоже такое было, и вот тут есть Фукуоке. Очень странно. Вообще, чтобы в Японии так вот проституция, я и даже не знала. И тут видите, как будто бы массаж. Тут вот даже идет ролик, и там показано, что парню делают массаж. Ну да. Как это легализовано, непонятно. Ну, с хэппи-эндом. Массаж. Ну, а мы отправляемся в портовую часть города Фукуоке. Нашли Синодский храм, и чтобы в него зайти, необходимо пройти через такой вот ротик. Не знаю, в чем прикол, но вот будем тоже проходить через такие вот места. И попадаем. И первое, что мы встречаем, опять такая вот большая статуя. Представляете? Тут очень популярны почему-то 3D фигуры вот такие. Мы их практически нигде не видели. Ни в Токио, ни в Осаке. Здесь они... Да, на каждом углу. И как мы видим, это переносная статуя, потому что здесь снизу можно ее переносить через вот эти вот носилки. Как видите, это непросто. Стоит здесь вечно, ее переносит и, наверное, куда-то ставит. Ну да. Ну тут нужны прям какие-то великаны, чтобы перенести, да? Ну да. Ну все, вот, кстати, японцы сюда подходят, фотографируют. Для них это... Очень значимое место. Вот, еще один. Да, фоткают это. Фестиваль Хаката Геон Ямакаса – одно из самых красочных событий в Японии. Команды мужчин участвуют в гонках с Ямакаса, ярко украшенными платформами весом в тонну. Почти миллион зрителей собирается посмотреть на древний ежегодный фестиваль, проходящий в районе святилища Кусида-Джинза в городе Фукуоко. Платформа Ямакаса бывает двух видов. Красочные декоративные платформы называются Кадзарьяма. Похожие мы уже увидели в храме, а гоночные – как и Яма. Эти платформы достигают 13 метров высоту и украшены реалистичными фигурами самураев или популярных персонажей аниме. История фестиваля насчитывается почти 800 лет. В то далекое время в городе свирепствовала эпидемия. Желая предотвратить распространение болезни, жители города стали носить по улицам буддийского священника Сиёти-Кокуси на помосте, откуда он читал молитвы и окроплял города священной водой. Чтобы болезнь не вернулась, с тех пор в районе Хаката каждый год стали проводить такую церемонию. Она постепенно превратилась в нынешний фестиваль Ямакаса. Фестиваль проходит только в июле, когда и начинаются сами забеги. Но мы, к сожалению, в это время уже будем в Европе. В гонке соревнуются семь команд, каждая представляет исторические районы Хакаты. Все участники несколько месяцев готовят платформу и тренируются. Цветные головные повестки Тенугуи означают разные роли членов команд. Вес, как ямы, так велик, что даже самые сильные люди обычно не удерживают дольше 3-4 минут до замены. Основная трасса всего забега начинается у святилища Кусида-Дзиньзя, в котором мы и находимся, и заканчивается за музеем азиатского искусства флук-локи. Зрители поливают участников водой, чтобы те хоть немного остыли, пока бегут со своей ношей. Новые платформы стартуют от храма Кусида-Дзиньзя каждые 5 минут. Вот гонка заканчивается только после 6 утра. Прямо здесь расположены дощечки с предсказанием, поэтому тоже можно купить и загадать какое-то желание. Представляете, мы нашли знаменитые эти ворота, которые расположены в Киоте. Там есть отдельный парк, где расположено около тысячи, даже по-моему, две тысячи этих ворот. Так и не выглядит красного цвета, и когда вы поднимаетесь на гору, вы проходите сквозь эти ворота. Там дальше находится храм, тоже можно оставить монетку, загадать желание и помолиться. Выпуск с Киота есть в нашем канале. Первый раз вижу, что есть пруд и сверху он тянута сетка. Мы уже пущали зоопарки, очень любят в этом регионе на острове Кюсю, именно сетки и попугаев, там и разных животных, и даже рыб, все засечивают. Подошли к следующему месту, абсолютно непонятно, что здесь происходит, но, я так понимаю, можно купить разные блокнотики. Вот там люди прям сидят и рисуют разные картины в немешанном стиле. А, тут прям целое, да, художественная галерея. И, друзья мои, мы находимся на самом юге Японии, это остров Кюсю, и здесь самая первая, где распускается сакура. Видно, что уже начинаются такие вот побеги, цветочки. Скоро все это запестрит розовыми красками, и с юга на север вся Япония будет покрываться сакурой. И все туристы приезжают в Японию как раз-таки наслаждаться цветением сакуры. Начинается цветение примерно с марта и продляется до конца мая, до сапора. Вот мы недавно посещали город Сапора. Поэтому, если вы планируете приехать на цветение сакуры в Японию, правильно оставляйте маршрут, приезжайте именно в те локации, где сейчас идет сезон. Но, к сожалению, в это время цены немножечко взлетают, апартаментов и хостелов вообще сложно найти по адекватной цене. Поэтому заранее нужно все бронировать. Причем некоторые парки, какие-то онсены, какие-то музеи тоже необходимо резервировать заранее. И также не забудьте про джерпас, который тоже необходимо брать заранее. Подошли к основному храму. Здесь вот уже находится храм и очередь в него. А рядом с ним есть вот такие фонтаны. Их, кстати, очень много. Таких мы тоже еще по касту не видели. Вот сейчас увидели. Тут, смотрите, вот так нужно набирать воду. Японцы, я видела, набирают воду. И вот так вот ополаскивают руки. Для чего это конкретно надо, я не знаю. Также они делают вот так вот и ополоскают рот. В общем, как видите, здесь есть тоже свои какие-то особенные традиции. Например, вот этот вот хонтан. Подошли к основному храму. Здесь, посмотрите, какая огромная очередь. Все стоят в очереди, чтобы помолиться, поставить свечи. Так что мы туда, конечно же, стоять не будем. Мы просто посмотрим, что здесь есть во дворе храма. И сам храм. Давайте посмотрим, как он выглядит. Также здесь есть вот такие вот желания, которые повязывают, ну, как и везде в Японии. И также можно себе купить сувениры, предсказания. Ну да. Вот и сам храм, он не очень большой. Но я вижу, что он действующий, и все японцы стоят сюда, чтобы помолиться. Здесь, как видите, пожелания. Все их сюда привязывают, предсказания свои. И, наверное, это так забывается. Нравится мне Япония, потому что гуляешь, и всегда можно заметить какие-то необычные здания в таком традиционном стиле. Тут расположен крутой отель. И вот теперь мы отойдем от первого храма, как подошли к следующему. Он находится здесь рядом, называется Тотти Джи. Здесь уже вот такие фонарики мои любимые, я их обожаю просто. Пойдемте, зайдем внутрь. Забрались прямо в центральное здание. И сейчас вместе с вами видим, что здесь находится внутри. Огромное помещение. И там вот такие религиозные есть экспонаты. Можно зажечь свечку. И здесь можно еще сжечь палочку вот эту с благовониями. Вот здесь вот они стоят. А, с другой стороны нас встречает такая интересная багада. Тут уже прямо начинает у нас сезон сакуры. Деревья уже распускают самые первые. Ну, а мы, наконец, отправляемся в портовый городок Хаката. Я ездил здесь по улицам. И здесь, смотрите, увидели вот такую вот... Экспонат. Маленькие фигурки. И ради них сделали вот такую большую... Ну, да. Видите, подставку. И антивандальную, чтобы ничего не сломали. И это просто вот ради вот этих двух маленьких фигурок. Вообще мы приезжаем. Их, кстати, очень много. Вот это, получается, девятая фигурка, там восьмая, там десятая. Здесь по вот этой улице, по главной, мы идем. И тут как бы такая выставка вот таких необычных экспонатов. Есть ваза, мы видели вот такие вот, например, фигурки. Сейчас еще что-нибудь увидим. Мы пригнали в портовую часть города Фукока. Сейчас мы отправляемся в эту башню. Вход на нее бесплатный. И можно посмотреть практически на весь город. Пойдемте. Пришли, наконец-то, к этой башне. Пойдемте узнавать, сколько стоит вход. По заверениям в интернете, бесплатно должно быть. Сейчас мы все проверим лично. Зашли в здание портовой башни. Тут оказ есть минимум и даже на полный рисун. Карта всего Фукока. Да. Вот мы находимся сейчас вот тут в порту. Можно посетить, посмотреть, но пойдемте сразу на башню. Да, здесь есть выставка кораблей, даже каких-то больших лайнеров. А вот это, кстати, в Гонконгской, традиционная должна быть. Возможно, в Японии такие же использовались. Ну, такой небольшой музей морской тематики. Ну, а нам, конечно же, хочется на смотровую площадочку. Наконец-таки поднялись в самый верх. Действительно, место бесплатное. Сверху расположена как круговая смотровая площадка на 360 градусов. То есть прогуляемся, посмотрим. Даже есть, смотрите, бинокль, что немаловажно. И вот такая огромная территория порта. Здесь расположены Фукоки. Это один из тоже крупных П-портов всей страны. Сюда приезжает много разных паромов, в том числе и с других стран. Можно отправиться, например, в Корею. Также полно разных грузовых судов. Но жалко, что нет в Владивостоке, либо к нам на Юно-Скалинске. Ну, как видно? По кругу тут даже есть информация о самом городе. Что в нем есть интерес. Там оно мы почти все посмотрели. Более-менее тут не прям много достопримечательностей, я бы сказала. Но вот, например, с этой стороны очень интересный вид. Посмотрите, есть такой огромный как будто бы бассейн. Честно сказать, я так поняла, некоторые здесь вот... Вот эта суша, это как будто бы островок, а не настоящая земля. Видимо, порт. Некоторые части порта сделаны из искусственных островов. Чтобы было нам, наверное, больше места. Но мне кажется, что это не совсем земля. Как считаете? Вы, ребята, напишите в комментариях. Здесь изображена карта. Мы находимся вот здесь. То есть, с этого порта можно отправиться на полуостров. Рюми на Камочи. Где, кстати, расположен зоопарк и большой парк, где можно погулять спокойно. Там расположены капибары. А вот на этом острове, я посмотрел, есть знаменитый пляж, где можно тоже скупаться. Так что, если вы приезжаете сюда летом, либо осенью, то welcome на пляже Фукуоки. Единственное, что не нравится Фукуоки, это какое-то безалаберное движение. То есть, чтобы добраться из одной точки в другую, очень сложно, когда построить маршрут, нужно постоянно делать по 2-3 пересадки. А каждая пересадка на другой вид транспорта будет стоить, конечно же, еще пару сотен йен. Поэтому выходит не дешево, а передвигаться пешком здесь очень огромное расстояние. Поэтому, ну, какая-то транспортная система, транспортная логистика здесь продумана не до конца. Как, например, в Токио. Кажется, что находится очень близко. Вот так рассматриваю площадку, где мы только что были. Здесь остров на Касу, в котором мы угляли, где район красных фонарей есть. Но это, блин, чтобы прогуляться, нужно пройти минут 30-40, представляете? Поэтому запасайтесь терпением, одевайте удобную обувь. Сразу берите одежду, может пойти дождик и гуляйте, наслаждаясь фукуокой. Ну, а мы, наконец, добрались до парка, где находится замок фукуока, самый главный замок в этом регионе. И сразу, наверное, виднеются такие вот рвы, вокруг которого и расположен замок. Здесь плавают уточки, да, причем разноцветные. Там есть белые, вот черные, если какая-то эти красные, наподобие утки-мандаринки. Погнали, посмотрим. Ну и прямо здесь, рядом, попадаем в парк Ахори. Смотрите, сколько здесь детей, собак, интересные. Очень у них здесь инспекционы. Только шли по улице, вообще никого не было, ни души. И редко, тут огромное количество людей. Ну да, непонятно, где они вообще так собрались. В Химонском парке, здесь еще катаются уточки-катамараны. Очень многие японцы занимаются спортом. Но мы продолжаем нашу прогулочку по парку Ахори. И здесь прям очень много бегунов, все бегают. Посмотрите, вот очень много людей бежит. Видимо, японцы где-то в конкретных местах бегают. Потому что вот мы где гуляли, очень мало где мы встречали вообще людей. А здесь просто оживленный район. Видимо, он какой-то, я не знаю, это спортсменный. Ну да, ну там мы правда шли, конечно, были больше какие-то каменные, бетонные джунгли. Здесь именно парк, такая зеленая зона, скорее всего, связано все это с этим. В самом сердце парка расположено озеро, где можно прокатиться на катапаранах. Также в парке есть беговые дорожки и музей. Если вы захотите посетить основную часть в виде садов, то туда вход платный. В сам же парк вход бесплатный. Наконец-таки мы нашли знаменитый замок в Укуоке. Но, к сожалению, как оказалось, его нету. Видны только стены. Сейчас еще прогуляемся, вам покажем. Вот такая зона большого парка. И вот есть фотографии, как вообще все это выглядит в среднем. И вот тут все руины. Ну да, то есть по сути руины. Я-то думал, будет большой замок такой красивый, там можно будет, да, посетить. Ну ладно, посмотрим так. И, кстати, даже которые замки есть, которые мы посещали в Японии, все они очень какие-то странные. Потому что единственный замок, в котором мы зашли внутрь, это был замок в Осаке. Ну там располагался музей. Я, честно говоря, думал, что мы увидим какие-то такие старые комнаты. Там, не знаю, мечи самурайские, там какие-то такие. Ну, что-то такое. Там просто, по сути, современный музей был внутри. Мы пытались также зайти в Токио, в два разных дворца замка. Но там, к сожалению, тоже вход вообще был для туриза запрещен. Только для местных. Да и местные там тоже, по-моему, даже его не посещают. В общем, поэтому хочется, не знаю, посмотреть реально, как вот раньше выглядели замки. Ну, большинство замков, конечно же, не дошли до наших времен. Их разрушили, сожгли, потому что большинство из них вообще были деревянные. И вот, которые собрали, более-менее, конечно же, можно посмотреть с внешней стороны. Но с внутренней, как бы, остается загадка, что внутри в них было. И вот они, первые цветочки сакуры. Смотрите, тут даже несколько разных видов. Прямо издалека даже, да, мы вычуяли от запах? Да, цветет уже. Если вы приезжаете в Фукоку где-нибудь в конце февраля, то знаете, уже сакура здесь вовсю свечет. Если вы будете севернее, то там, где начинается она с конца марта, с начала апреля. Первый раз увидел такую бордовую сакуру, представляете? Здесь, наоборот, такая белоснежная, мохнатая. И опять розовая. В общем, клево. Место клевое. Действительно, сакуру уже вовсю начинает цвести. Да, очень красивые цветочки, ребята. Мы прям попали в первый распустившиеся цветы. Забрались немножечко выше. Здесь открывается вид на горы, которые расположены за городом. Выходит солнышко. И реально классно гулять, словно скоро уже будет лето. Да. В общем, если вы тоже собираетесь посмотреть на замок, то по факту как бы его нету. На картах, конечно, не заборжен, но вот остались только такие вот руины от него и большие неприступные стены. Да, и представляете, как бы мы на замке сделали парк, и мы вот по парку на замке гуляем. Удивительно, как они придумали делать это так. То есть здесь все равно территория облагорожена. Сделали парк, и люди могут гулять и ходить с собаками. Вот здесь с собаками очень можно приглядеть. Замок Фукуока также известный как замок Майдзури или замок Секи, построенный для даймёна Гамаса Куроды в эпоху Эде, как раз таки после действия сериала Сюгун. Замок расположен в центре города Фукуока, на вершине холма Фукусаки и служил резиденцией правителей города до 1868 года. В 1957 году внутренний замок был признан национальным историческим памятником. Большинство первоначальных постройок к этому времени уже обветшали, были снесены или сожжены. Сейчас на месте замка одни руины с смотровой площадкой на 360 градусов, с видом на весь город. У замка растут сотни вишневых деревьев, поэтому сюда съезжают сотни тысяч японцев и туристов полюбоваться сакурой. Спокойный портовый город Фукуока расположен в самом сердце Кюсю, третьего по величине острова Японии. Фукуока развивается быстрее всех остальных японских городов, а цены на жилье здесь даже были выше, чем в Токио. Но благодаря близости к материковой Азии, именно отсюда мы отправимся в Южную Корею. Но об этом смотрите в следующем выпуске из Пусана и Сеула. Фукуока, пятый по величине город Японии, условно он делится на две части. Бывший торговый район Хаката и район замкового города Фукуока, который называется Тензин. А между ними находится остров Накасу с районом красных фонарей. Хаката считается деловым центром Фукуоки. Здесь расположен транспортный узел и главный вокзал, куда прибывают скоростные поезда и все Японии. Тензин больше культурный центр Фукуоки, куда мы отправимся чуть-чуть позже. В мае здесь проходит самый крупный фестиваль Хаката Донтаку, а в июле фестиваль Хаката Геон Ямакас. Пришли сегодня на обед. Ждем пока нам принесут большие порции. Вот нашли кафешку. Здесь все от 700 до 800, до 1100 максимум блюдо. В общем, классно. Комплексные обеды в таком японском традиционном стиле. Сейчас покажем. Люблю я местные такие ядзакая. Особенно, когда держит целая семья. Сырить такая большая порция. Комплексный обед может как по-японски. Рис, котлеты из говядины. Вообще просто вкуснейшая. Тут у нас, как вы видите, курица, а вот это свинины еще. Постоянно, все виды мяса есть. Также салатик есть можно с капустой поесть. Редиско. Небольшой тоже салатик. Морковь с чем-то еще. И менису суп. Блин, я считаю, классно. Это все 800-900 стоят. Да, все, поели сейчас. Оригадо. Блин, нам, короче, да, тут сколько раз сказали. Оригадо. В общем, мы так поняли, мы пришли в кафешку для местных. Ну, вот это называется, они языка, такие трактирчики японские. Где держит семья. Сейчас поели, заплатили, а они такие радостные все, да? Да, оригадо. Оригадо, оригадо, нас прямо чуть ли не расцеловали. Ну, еда нормально была, по 900 вышла. Да. Ну, а мы отправляемся на прогулочку. Друзья, мы приехали в новое место. Сейчас покажем, куда. Погнали. Многие слышали про самых знаменитых животных-грузунов. В последнее время копибары заполнили все шорты, тиктоки и рилсы. А чтобы посмотреть на копибары вживую, мы отправляемся в MOV Animal Cafe в торговом центре Лалапорт. Проходим дальше. И увидели, что здесь растут грядки, представляете? Лук, салат, капуста и все что-то. Капуста какая-то? А, вон, да, качаны большие. В Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку-Ку. Пошел дождь. Я в шоке, ребята, бесплатно в ТЦ бегать можно. Мы все пришли в Animal Cafe. Очень интересное место по отровам. И здесь есть огромные копибары вроде как. Так что погнали посмотрим копибар, мы их еще ни разу не видели. Все, приобрели билет. Вышел у нас 3-3, туда два билета. И такая у нас получилась карта. Тут нарисованы копибары, видимо это главный такой флагманский. Да, вот смотрите, есть попугайчики, совы, ленивец даже есть. Мышки. Сейчас посмотрим ленивца и копибару. Погнали. Проходим внутрь и первое, что мы увидим, это маленьких цыплят. Посмотрите. Здесь вот так их формены, представляете? С руки можно взять форму и покормить. Ну да, нас интересует другое. Но прежде всего, конечно же, нужно помыть руки. В общем, подошли к змеи. Первый раз змеи, так вот, вот, вот сюда. Ну как ощущения? Ну вот скользкая такая. Скользкая? Кстати, весит очень много. Такая маленькая? То есть питон тебя реально удушит, если нападет. Я считаю, что она... Да, если все равно, она сытая. Не, она сыт, но она как бы не... Опа! Опа! Очень много здесь птиц, попугаев. Да, они вот, смотрите, так. Здесь сидят на медочках, но они привязаны. Ааа, коньичуа! Ооо! Да. Видимо, в науке прям. Надресирован сейчас, наверное, да, еще и дадут ей нерпо есть. Друзья, представляете, кого мы обнаружили? Кофибар, смотрите, какие они громадные! Вау! Ничего себе, блин, у неё такая жёсткая кожа, причём смотрите, какая огромная, вот Ирка, смотрите, и Капибара А за тебя черепаха подползла, посмотри Ну мы, честно говоря, в шоке, да? Блин, а как такая громодная может быть? Я думала, что они поменьше Капибара Ну да, то есть они спокойно здесь могут находиться, о, а здесь ещё, смотрите, есть такие утки Смотри, Капибара не сделала Капибара только что ела апартов Но у него такая, блин, я думал, она мягкая Да Очень жёсткие ворсинки Вот, смотрите, интересуются славянами А она у тебя сейчас, Лав, поездки у них будет Очень голодная Ха-ха-ха-ха Не знаю, что происходит Не знаю Привет Блин, ну здоровая просто, реально А она, кстати, какой-то звук ещё делает Да Да Ну да Ну да Сейчас кушает, наверное, мой сапог Кти-путин Я думал, что они помягче будут Да Да У них как у бобров шерсть Смотрите, попугай решил Славян, мы гордили птиц Решил со славой постоять, даже запрыгнул к нему на руку Тут вот капибары в ногах, а на руках попугай, представляете, все они прям липнут на тебя Всё Пообщались Ну, я вообще, не говоря, в шоке, что тут можно реально очень контактный зоопарк Я первый раз такое вижу И причём экзотичные животные все Да Получается, этого, как он называет, тупик? Ну, честно, не помню Да, это попугай, это капибар Очень безобидная Никого она не трогает И любит очень сильно купаться Поэтому есть, даже есть бассейн, в который они бывают плавают Но сейчас, видимо, им не хочется И самая главная фишка у них, что они когда в воде находятся У них получается такой уровень погружения Что вот это лицо, вот такая линия становится, глаза и нос над водой Поэтому они могут спокойно дышать и долго так и находиться Причём, когда к ней подходишь, она очень Таким необычным мурчанием звучит Так, ну как тебе вообще впечатление о парке? Ну, я пришла посмотреть капибары Капибары мне понравились, я в шоке, что они такие огромные Ну, сам парк, здесь животные хорошо выглядят Вроде как о них здесь хорошо заботятся Поэтому, ну, более-менее это кафе можно оценить по достоинству И сказать, что оно стоит для посещения Представляете, реально проснулся ленивец Такой необычный, он всё время спал И вот, видимо, в час тридцать, видимо, кормление у него происходит Не понятно, как он висит вообще, то есть на задних лапах, на передних И ему дают немножко вот так вот поесть И помимо животных, здесь также можно набрать бесплатно напитки То есть попить, это же, сыр от такого кафе с животными Поэтому без проблем набирать, главное, чтобы вы знали японский язык Потому что без японского вы мало что пойдёте, мало что можете набрать И также здесь в самом начале морские свинки Некоторые лохматые, некоторые таковольно выглядят Им накидывают траву в такой вот шар И они её укатают, играют с рыти Словно какое-то собрание, так на ныне смотрят Ну что, друзья, лайки будем сегодня ставить? Да? Да, молодцы! Комментарии, также и подписочку не забываем А и те уже за репостом побежали Ну и помимо всего этого, в каждом торговом сызре Здесь, конечно, много разных автоматов Тут есть игры с гандамом Даже где тут расположена огромная статуя такого робота, который мы видели в Токио Рижка нашла барабаны Много других разных автоматов И в том числе вот такие с тремя мониторами Тут, смотри, даже есть двойной Представляете, там постоянно всё крутится Намного сложнее выиграть Какие-то конфеты золотые Блин, ну люди просто отдыхают Сегодня, кстати, выходной Поэтому очень много японцев здесь гуляют Хотя они здесь и в будни есть И дальше тоже есть большие роботы Но не такие большие, которые мы видели в Токио А на выходе тоже огромная статуя робота гандама Это такая вселенная аниме В Токио мы уже видели, он даже двигался немного Вот здесь тоже огромная статуя Но здесь она просто, по-моему, стоит без какого-то движения В общем, ну если вы фанат, я думаю, вам здесь понравится Находятся прямо с торговым центром Лалапорт Вышли на улицу и, к сожалению, пошёл дождь В Фококе это вечная проблема Погода постоянно меняется, так как город портовый Постоянно дуют ветра Надувает облака, дождь и так далее Но это нам не страшно, идём гулять дальше Гуляем по городу, тут смотрите, как у них происходит сбор мусора Они вот в таких вот вовсах оставляют свой мусор в пакете Здесь он прозрачный, чтобы смотреть, что там, видимо Ну да, вот отдельно пластмассы Да, и мусор у них отсортирован Мы такое видели в Саппоро В общем, по всей Японии это так практикуют сортировку и выброс мусора Представляете? Ну, кто-то выкинул даже вот зонтики Да, вот почему зонтики выкинуты непонятно В общем, вот так у них здесь всё красиво, экологично и продумано Ну, зимы как таковой в Фокуоке нету Поэтому можно круглый год кататься на велосипедах Ну, вот так и выглядят у них дома многоквартирные и парковки Да, ну вот там очень большие окна, а отопления центрального нету Я думаю, что всё равно в домах у них полокна Тем более без печек, ну, как вы понимаете, печка у них маленькие Ну, ну тут и ладно, ещё более-менее Ну да Вот на Хоккайдо, если вы смотрели выпуск из Саппоро, с острова Хоккайдо Находите выпуск про Саппоро и Хоккайдо Идём по частному сектору Там были современные, да, мы здесь смотреть, такое историческое жильё Ну, как, конечно, современные уже, но вот такие вот вставники-то есть Решётки, да, обделано в таком историческом стиле Очень классно Ну, тут маленькие домики, смотрите Японцы живут в таком маленьком пространстве, так красиво всё сделали И маленькие машинки Ну да, и вот эти, кстати, вот эти трубы, да Как раз-таки вот для выхода воздуха для обогревателя Да Многие всегда нам пишут, снимите, пожалуйста, цены, что вообще продаётся в магазинах Японии Давайте посмотрим Очень часто мы встречаем по весне у них такую вот клубнику То есть такой вот наборчик 680, то есть примерно сумму делим на 2 Будет, ну, где-то 350-400 рублей вот такой наборчик Ну, я считаю, это, ну, такая средняя цена Немаленькая и небольшая Так, есть другие овощи, например, грейпфруты Многие, кстати, говорили, что в Японии очень мало фруктов, но нет, вот по факту есть То есть вот 259 йен за штуку либо килограмм, непонятно Большие яблоки есть Сразу частично упакованы есть, нарезанные сразу Капуста Помидорки Вот такой вот набор помидорок 400 йен стоит Ну, примерно 200 рублей Ну, в среднем цены, как у нас Всегда можно купить у них свежие роллы Мы обычно, конечно, едим в конвейерных ресторанах более свежую пищу, но вот как бы такой более дешёвый бюджетный вариант можно купить здесь То есть вот такой набор, представляете, 800 всего 80 йен стоит, смотрите То есть вот за такую 300 рублей Вот такой вот стейк большой, да? Всего 900 йен, то есть ну где-то 400 рублей А, ну тут, кстати, магазин как будто подороже, обычно дешевле это всё выходит Обычный фарс 443 йен, то есть 200 рублей вот за порцию Ну, в целом, вот можно, если у вас плита будет в Японии, может даже с ним готовить Но я считаю, в Японии еда дешёвая, поэтому можно, ну, пробовать разные блюда в разных кафешках Хлеба у них мало, но оценник тоже стартует от 100 рублей примерно Ну, вот этот самый плохой хлеб Ну, не знаю, я такой вообще ненавижу есть Ну, причём, ну, его не так много и берут ему вот, сколько мы с меня смотрели, берут его очень мало Пиво в среднем у них за банку около 200 Ну, самый дешевый ел 190 у них есть То есть вот по 200 есть, ну, это маленькая 0,5 вот можно взять где-то за 200, вот 195 есть Пшеничное пиво Сантори 4% Зашли в магазин Sony, тут показаны такие роботы Собаки Которые двигаются, да Чё ты друган что-нибудь различаешь, видишь, нет? Ну, ещё одна сон Ну, да, сейчас тебе кучу мало навалит Посмотрев тихий и уютный город Фукуока и Куруме Скоро мы отправимся по морю в Южную Корею на пароме Сделаем обзор парома, поговорим о стоимости и продолжим исследовать Пусан и Сеул А вы пока прожимаете лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал А в следующем выпуске мы покажем необъятные Токио, которые ещё пустили до Фукуоки Это будет разрыв мозга, так как Японии не предстоит удивлять Увидимся совсем скоро, а пока ждём вас в нашем Телеграм-канале по ссылке в описании и на экране